коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня я хотел бы вам предложить одно занимательное занятие начнем совместно да покажу как я это буду делать а далее уже каждый продолжу самостоятельно считаю что идея довольно таки неплохая в плане обобщения там тех или иных условий для входа в сделку и что самое главное мы в процессе формирования данного сборника идеальных ситуаций просмотрим большое количество графиков и каждый найдет те ситуации которые ему больше нравятся там кому-то пробои заходят кому-то ложнопробойной информации заходят и тем самым мы как бы потренируем зрительное восприятие и условия будем отслеживать на выполнение то есть как бы это некая формализация и тем самым закрепление тех или иных материалов и знаний на бумаге это очень важно на самом деле то есть насмотренность она нужна очень сильно разберем мои любимые ситуации именно пробои слайды но я буду делать на примере покажу на примере слайдов у каждого подход может быть разные это можно и в условно там word запихать в один файлик и все это дело сложить просто здесь я считаю что в презентации удобнее это сделать в общем начинаем да с тех формации которые будем обрабатывать и формировать сборник ситуаций можно описать какие-то условия дополнительные кит материала может быть там визуализировать то что мы ждем схематично изобразить здесь подход может быть у каждого свой и по сути дела наверное все сугубо индивидуально да кому что больше нравится я навязывать не буду я лишь покажу далее что необходимо сделать и что необходимо сложить перво-наперво я вот так как идеальной картиночки да я смотрю например такие вот чтобы ситуация формировалась долго направление было явно ну как видно да чтобы мы понимали то чего мы ждем использовать можно либо симулятор рынка либо просто в скриншоте отрезать тот кусок графика который будет после и лишь смотреть то чтобы скрине было то как мы это видим никогда график уже сформирован потому что когда мы ищем те или иные ситуации по готовому графику когда мы уже видим что произошло мы более лояльно относимся к тем или иным ситуациям то есть подсмотреть что там уже было это окей но когда мы ищем точки входа когда мы делаем домашку мы не видим что будет после и вот это тоже но я считаю некий такой ну не то что переломный какой-то момент но он очень важный потому что одно дело видеть график когда он уже совершил движение говорить да я бы здесь зашел другое дело когда мы принимаем решение о входе в сделку либо размещение ордера мы ситуацию еще не видим что произошло после и мы лишь на ожиданиях открываем сделки поэтому это очень важный момент уметь визуализировать то что мы хотим увидеть до того как это произошло и в случае если не пошло все туда мы куда куда мы ожидали делать какие-то принимать какие-то решения значит я буду складывать большими скринами этом видел как делали пример маленькие картиночки следующим образом дневку можно в принципе по весь слайд разместить целиком и накидать здесь там текстовым блоком дальше вставку с таким вот образом так как это график дневка то что мы здесь видим то есть что мы будем запихивать в наши условия 2 при идеальных сценариях первое и самое важное это описание уровня то есть у нас так будет первый уровень от паранормального бара второе длительное накопление с поджатием третье условие наличие ложных пробоев ну то есть мы вот здесь видим ложный пробой здесь была реакция и один еще вот неглубокий ложный пробой текущий после которого реакция уже была не столь существенная значит пишем что у нас уровень уровень подтвержден ложными пробоями ошибки тоже лучше сразу убирать далее но такое немаловажное условие что у нас на подходе к уровню то есть здесь мы подбегали быстро здесь тоже довольно таки бодро сейчас у нас вблизи уровня малая волатильность то есть сюда необходимо написать там малая волатильность нужно писать закрытием вблизи уровня также писать то есть это те условия которые у нас уже выполняются и мы их уже видим на дневном таймфрейме далее мы просто делаем еще один слайд это все убираем и переходим на более младший таймфрейм для того чтобы посмотреть что было то есть здесь еще и накопление такое вблизи уровня на часовике видно далее быстро не проматывать я здесь буду ждать подтверждение уровня опять-таки малая волатильность возможно поджатие на часовике либо к хвосту ложного пробоя то есть бывает особенно когда вот такой вот издалека то проваливается чуть глубже и хвосту ложного пробоя то есть это то чего я буду ждать уже далее да с при формировании небольшой рывок тоже малая волатильность но уровень мы не подтвердили касанием а значит сделочку пока прыгать нельзя несмотря на принципе малую волатильность ждем дальше уровень провалили ждем здесь уже формирование так здесь мы подтверждаем хвост ложного пробоя практически коснулись что было далее так хлоп провалились шаг назад откатываемся и вот эта ситуация которую необходимо также заскринить на часики то есть там уже там особо не интересно что было слева и можно остановиться на часики сделать следующий скрин точно так же его кладем в наши слайды пока заморачиваться чтобы время терять и здесь пишем значит у нас здесь поджатие первое это поджатие к хвосту ложному пробою на часики второе у нас малая волатильность ну поджатие пропадать и написал так для часовика более так накопление как такового нет да то есть по подошли и сразу поджимаемся без отката волатильность то есть это будет наш следующий слайд и далее необходимо переместиться на тот таймфрейм который вы торгуете то есть например там для среднесрочных входов особо и нет смысла заходить там на ту же самую пятиминутку на 15 минутку но так как я захожу интроды входы по большей части то смотрю обязательно выполнение условий на младшем таймфрейме на пятиминутке очень красиво держат вблизи уровня и инструмент совсем не откатывает то есть здесь по сути дела уже готовая сформированная точка входа стоп либо за на торговку как в данном случае да когда она мало либо здесь можно даже задних спрятаться либо за пробивной бар то есть в любом случае стоп такой вполне себе с учетом того что мы очень долго копили и сейчас картиночка такая что мы падаем падаем и совсем не откатываемся то есть по сути дела это будет наша готовая точка входа ее можно сделать чуть крупнее чтобы это было видно так тоже центровать все таки за на торговку для себя точно так же здесь делаем еще один слайд удаляем сюда добавляем наш новый скрин и вот здесь уже можно будет написать там те же самые более подробные условия да я сейчас тоже не буду время тратить просто показать что мы подходим у нас малая влатильность опять таки есть на торговка перед уровнем нас поджимают и это неплохая точка входа готова и далее обязательно необходимо промотать посмотреть как сходи в инструмент и вот эту отработку так вот со шкалой чтобы это было видно сделать вот так скрин и положить сюда же смасштабировать чтобы это было одинаково можно сделать вот так можно нам в рамочку взять обвести то есть показать 10 немножко к сожалению ну я думаю суть понятна да то есть этот готовая точка входа а это как мы сходили просто чтобы это было визуально видно то есть то чего мы ждали то что получилось и вот таким образом там те же самые пробойной информации найти вот таких ситуаций десяток пусть они будут идеальные если что-то где-то там например на 5-минутном таймфрейме есть ложный пробой и без реакции да то есть это будет другая ситуация другие там 10 картинок когда у нас нет реакции на ложный пробой и вот таким образом все складывать 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 у вас получится такой довольно таки весомый архив идеальной ситуации и время от времени визуализировать особенно если там рынок в какой-то каше находится чтобы вы сами себе как бы ну как программировали до свой взгляд на текущую ситуацию если нет хороших точек входа не лезть там да в непонятных ситуациях не лезть и таким образом время от времени мы просматриваем все это дело вспоминаем поднимаем память и потому что информация сейчас море из каждого утюга каждый там норовит свой какой-то анализ привить и так далее чтобы вот не было никакого распыления внимания вы концентрируетесь на одних каких-то моментах те которые вы понимаете и на них работать таким вот образом я предлагаю каждому сделать свой собственный файлик с идеальными ситуациями которые вы будете торговать модельки можно любые то там и ложный пробойные поискать какие-то там и с мало волатильностью долгие ложные пробои быстрые какие-то там небольшие заколы уровне издалека ну то есть все 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 вот эти вот формации я думаю что у вас у каждого будет но если умножить на 3 то но если 100 ситуаций наберете будет 300 слайдов такую такая большая работа я считаю что каждому ее необходимо сделать кто хочет действительно вот на тренировать скажем тогда взгляд и насмотренность ту самую про которую все говорят как тренировать насмотренность вот таким образом искать ситуации идеальной пользуйте тестер отматывайте графики чтобы вы можете смотреть да когда инструмент сходил повторюсь от натали чуть назад когда он еще не сходил и вот та ситуация которую мы будем искать на графиках и торговать вот используйте применяйте поменьше всем стоп лоссов пока пока